МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ура! Я сделал это! Я прыгнул с парашютом! Здравствуйте, мои хорошие! Вы не представляете, как это было здорово! Но должен вам честно признаться, в какой-то момент было страшновато. Когда я выпрыгнул из самолета, то пошел камнем вниз. От такой скорости просто дух захватило. Немного придя в себя, попробовал изменить позу на горизонтальную. Да еще руки и ноги расставил. Стал падать немного медленнее. Догадались почему? Правильно! Сопротивление воздуха стало чуть больше. Здесь бы перепонки белки летяги, о которой мы говорили в прошлый раз. Но без перепонок земля все же приближалась достаточно быстро. Вспомнил совет друзей. Не устанавливай рекордов. Для первого раза достаточно благополучно приземлиться. Дернул за кольцо и ура! Над моей головой раскрылся белый купол. Ведь площадь купола намного больше площади моего тела. И скорость падения стала намного меньше. Спасибо сопротивлению воздуха. Как видите, я удачно долетел и благополучно приземлился. Ух ты ж какой сквозняк! Даже письма с полки слетают. Кстати, а вы видели, как оно летело? Вовсе не с ускорением свободного падения, как было бы в безвоздушном пространстве, а гораздо медленней. А почему? Потому что для такого легкого предмета воздух очень даже ощутим. Особенно, когда лист падает горизонтально, опираясь всей своей площадью на воздух. Но пора уже и прочитать письмо, которое, не дождавшись, пока я займусь почтой, само решило упасть мне в руки. А пишет мне Валя Пушкарев из Нарафа-Минска. Уважаемый профессор Кварк, в воскресенье мы всей семьей устроили пикник на речке Незнайки. А мне папа подарил новый пистолет. Хоть пластмассовый, но стреляет классно. И мы с Мишкой стали стрелять через речку, чья пуля до того берега долетит. Папа сказал, что сопротивление воздуха не позволит ей долететь до того берега. А без него докуда бы пуля долетела? Шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальность полета пули, Валентин, всегда волновала настоящих мужчин. И когда надо было защищать от врагов свою родину, и когда надо было на дуэли защищать свою честь. Дуэльный кодекс позволял стреляться на десяти, двадцати и тридцати шагах. Наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин отверг предложение секундантов Дантеса стреляться на тридцати шагах и потребовал сократить дистанцию до десяти шагов. Дантес боялся быть убитым, ведь у Пушкина это был двадцать первый вызов на дуэль. А с тридцати шагов и прицелится труднее, да и пулю ослабит сопротивление воздуха. А на десяти шагах и прицелится легче. И сопротивление воздуха не успевает еще сильно повлиять на скорость пули. Смотри, Валя, как летела бы пуля, не будь сопротивления воздуха. Вот эта большая дуга обозначает ее путь в пустоте. А в воздухе, казалось бы, какое там сопротивление? Ведь у пули максимально обтекаемая форма. И тем не менее, в воздухе пуля пролетает расстояние в десять раз меньше, чем в безвоздушной среде. Не вдвое, не втрое, а в десять раз. Только траектория, ну, это путь, который проходит пуля, не будет такой правильной дугой. Сопротивление воздуха и сила тяжести сделают ее асимметричной. Сила тяжести отклонит ее от линии вылета вниз. А сопротивление воздуха сделает дугу более крутой к концу полета. Вот так, Валя, пуля будет лететь в воздухе. А в пустоте ваши игрушечные пульки наверняка достигли бы противоположного берега маленькой речки. Так-так-так, кто еще нам написал, пока я пропадал в парашютном клубе? Вот что интересует Костю Плотникова из города Серпухово. Здравствуйте, уважаемый профессор, пишет он. Мы недавно с папой ехали в Москву на следующий день после урагана. Смотрю, большие рекламные щиты почти все сорваны ветром, а всякие мелкие указатели стоят себе, как ни в чем не бывало. Спросил у папы, он говорит, что у больших щитов парусность больше. Причем тут парусность? Ведь они же не корабли. Да, Костя, не корабли. Но папа твой прав. Все дело в парусности. Да, повезло сегодня с погодой. При таком ветре мы придем в Зурбаган еще до заката. Так вот, Костя, про то, что воздух невидимый и неощутимый, представляет из себя серьезную силу, люди поняли еще в глубокой древности. Еще египтяне за 4000 лет до нашей эры приладили к мачте парус. Сначала из папируса, а потом прочнее, из ткани. Благодаря сопротивлению воздуха и относительно небольшому трению скольжения воду, люди смогли пересекать моря и океаны задолго до изобретения каких-либо двигателей. А потом поняли, что можно иметь не один, а несколько парусов. Древняя китайская лодка Джонка имела три паруса. И именно она впервые смогла плыть против ветра благодаря управлению парусами. А на таких каравеллах с множеством парусов совершенно много великих географических открытий. Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой, парусники сейчас вытеснены мощными быстроходными кораблями. А вот проблемы сопротивления воздуха конструкторов волнуют и по сей день. И парусность, Костя, это теперь просто специальный термин. А определяется она площадью сопротивления физического тела в воздуху. И там, где конструкторам нужна большая скорость, инженеры стремятся максимально снизить парусность. А там, где нужно воздух заставить работать или просто уменьшить скорость, там стараются увеличить парусность. Что-то у нас письма попадаются только от мальчиков. Неужели девочки не смотрят нашу передачу? Вас это не удивляет? А меня удивляет. И даже немножко огорчает. Ведь физика – наука об окружающем нас мире. И мы постоянно сталкиваемся с ее законами в нашей повседневной жизни. Вот нашел письмо от Веры Самойлова из Владивостока. И вот о чем она спрашивает. Дорогой Данил Эдисонович, я всегда помогаю маме. Молодец, Верочка. Вчера тоже вот всю пыль вытерла. Потом смотрю, в солнечном луче столько пылинок плавает. Они там все время будут висеть или осядут. И мне что, опять убирать? С удовольствием отвечу на вопрос. Во-первых, девочке. Во-вторых, девочке, которая помогает маме убираться. Ну и в-третьих, разберемся, что же такое пыль. Пылинки – это такие крошечные частички твердых тел, которые чаще всего образуются от трения одних предметов от других. Но все твердые тела тяжелее воздуха, скажете вы, и должны упасть, а не летать по квартире. Большие они или маленькие земное притяжение никто не отменял. Тут есть один секрет, который я непременно раскрою Верочке и, конечно же, всем ребятам, которые смотрят нашу передачу. Вот смотрите, возьмем два шарика из одного и того же материала, но один диаметром 10 сантиметров, а другой всего миллиметр. Это примерно величина макового зернышка. По размеру маленький шарик меньше большого в 100 раз, а по весу в миллион. И что получается? При уменьшении размера физического тела, его вес уменьшается во много раз быстрее. И когда размеры частицы становятся столь малыми, что мы называем ее пылинкой, ее вес становится и вовсе ничтожным по сравнению с парусностью. Поэтому ее падение становится таким медленным, что тебе, Верочка, кажется, что пылинки и не падают вовсе. Кстати, частички воды, из которых состоят облака, тоже тяжелее воздуха. А облака висят над нами или движутся в вышине. И это происходит, поверьте мне, не только потому, что высоко в атмосфере встречаются воздушные массы разной температуры. Ну, вы это знаете из курса географии. А еще и потому, что капельки воды такие крошечные, что соотношение их веса и поверхности сопротивления воздуха, иначе говоря, парусности, позволяет им парить в воздухе. Они тоже падают, но так медленно, что даже легчайшее дуновение воздуха может не только задержать их падение, но и поднять их вверх. Так, как там у нас с облаками? Брать мне зонтик или не брать? Братья. Кстати, предупреждаю будущих парашютистов, что зонтик, хотя и напоминает по форме парашют, для прыжков он все-таки непригоден. Лучше в секцию, в спортивный клуб, чем я и предлагаю всем сейчас заняться. А жизнь подскажет новые вопросы, которые присылайте мне по адресу. 109-147, Москва, улица Марксийская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Кварку или на сайте телеканала www.radostemoya.ru. А мне пора на дачу, к семье и моим ассистентам. Вы, кстати, заметили, что я веду передачи без них? Ну, вот решил доставить им удовольствие побыть на природе. Чем я сейчас сам и займусь? Поеду на природу? Ой, поплаваю на парус на регате. Возьму удочку, половлю рыбок. Ой, поплаваю на природе.